на никто не будет закрыта а все расскажу и это тоже едем на экскурсию по воде вокруг манрепо город выбор парк манрепо это мы знаем изначально когда выбор был шведским городом это был скотный город здесь просто пасли скотину на этом месте пазм еще затем петр первый завоевал город выбор был сделал хозяином этой земли своего ставленника это был такой ступишь павел ступишь это комендант выборской крепости на тот момент это первый хозяин этой земли он был здесь хозяином 40 лет милиарация дорожки кое-какие постройки это все затем через 40 лет умер поставили такого герцога бюктербергского это был немец родной брат жены пола 1 он был здесь хозяин буквально 3 с половиной года через три с половиной года через шпионажа что-то там со шведами непонятно и указан катя 2 попросили выехали страны он уеду но он оставил название этого места на так предыстория затем сам уже павел первый но будучи еще не императором подарил эту землю своему учителю наставленнику это было очень известное фигуру по тем временам любви геррих фон николаев николаеву сейчас можно запомнить немецкий паром последствия президент академии наук царской питерской и вот то что вы здесь видите вот это все это связано только с николаев потом николаеве жили до русской финской войны до 1944 года это все принадлежало причем жили абсолютно бесплатно от налогов были освобождены полностью еще указом александра первого и угас действовал до 44 года когда вы сам николаев он любил управление турция гренция китай тоже да да тоже запомните вот тут секрет то есть все строения которые здесь были сады которые здесь ну и кое-что еще я вам все покажу это все было сделано именно в этом стиле но до нашего времени постройки не сохранились потому что они при основном деревянные сады не странились тоже потому что их просто-напросто вытопнули здесь был проходной двор после войны наши кое-что и сделали то есть реставрация реконструкция буквально четыре пять шесть лет назад поставили на те же самые места но поставили далеко не все дай бог процента три наверное из того что здесь было до 44 года поставить такие как храм не птула с правой стороны это уже вторая копия первая копия была сделана в 1940 году ну естественно когда это была финская территория когда жили старые хозяева уже 13 лет назад сгорела как спичка был пожар составить видите пострадавшая после пожара стоит а тогда еще когда храм был всегда до 2 доставил скульпурник тула внутри храма бросил пруд перед входом из мрамора ты все было симпатично красиво как во всем поместье все было круто сейчас конечно это все гораздо гораздо проще очень-очень нормальная еще 7 лет назад как вы думаете какое количество денег с правой стороны вот давно старе билеет такая штучка стояла в те времена поставили недавно то есть как называлась так и называется китайская чайная бисерта это все оригинал то есть мрамор гранит я покажу это все оригинал все стоит с тех времен она посвящена двум братьям жены николаев фамилия французы были оба погибли в наполеонскую войну это в честь них с 1827 года она уже на этой песни мрамор вот а сейчас мы подходим к островам перед нами три острова 1 2 3 это все разные островочки это не одно целое как может показаться так сказать со стороны а 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 И вот здесь проходили все мероприятия, вечеринки, банкетов, праздник, прием гостей и птики, это все было здесь. Здесь успела погулять Катя Вторая, она все живая была, все царьки вот здесь погулять на этом островочке, практически любую фамилию можете назвать, но почти любой он здесь был, там Достоевский, Менделеева, Грибоедов, ну естественно в свои времена, в Клинке все здесь гуляли, вот на этом островочке, и вот ступеньки видите друг напротив друга, да, это была паромная переправа, то есть здесь в то время ходил порог, то есть также можно было прогуляться по долине Розендаль, Розендаль, вот я вот весь народ гуляет, он там красивый, вот такие яркие сады, были большие красивые, вот, ну гости же приняли сами понимаете, знаете, какие, вот еще и там, а белые платишки, это все очень аккуратненько, на паромочке, на пикрячок, вот, на паромочке, вот, на паромочке. Притаскивали музончик, грохотал, народ танцевал, балканы бням, да, такой веселый островок, традиции соблюдали, даже еще в советское время, рыбалка здесь была, она и сейчас есть. Ладно, здесь, а? Да почему запрещено? Рыбаешься на здоровье, только не в парке, грубо говоря. Вот выехали вот здесь, развернули пейер, удочек, не слой. Ну, без динамита и сетки. Без динамита. Да, смотрите дальше. Да, видите, вон там столбик серенький стоит. Это самое древнее сооружение, которое здесь есть. Его сюда привезли в 1802 году, мрамор здесь тоже. Николай хотел поставить изначально его в честь Павла Первого, ну, который подарил землю своему ученику, они в тесных отношениях были. Но его долго везли, потом еще долго ставили, почему-то на троне оказался Александр Первый. Александр Первый тоже ученик Николая, он так и назвал столб двух императоров. И остров называется также двух императоров. Следующий островок, вот этот вот самый крайний, Пампушинка. То есть у Николаи был сын, звали его Пауль. Ну, единственный ребенок был себе. У Пауля было уже много детей. Вот, будучи маленьким мальчиком, Пауль назвал его Пампушинка, потому что его самого мама называла Пампушинкой. То есть в честь себя, он такой кругленький был. Вот, то есть туда приезжали к гостю. Если гости приезжали с семьями, с детьми, взрослые гуляли на острове палатки, детей отправляли на острове Пампушинка. То есть, конечно, погода позволяла, чтобы не мешались под ногами. Это был такой детский садик. Вот, это все было вот в этой части поместья. Поехали. Вы мне не дадите телефончик с вами, он не разряжается. Да. Не знаю, я не знаю, что у нас погружают входы Кинского залива. Это все Кинский залив. Это бухта. Это самая крайняя бухта Кинского залива. Вот, мне не прости, расскажи. Самая крайняя бухта. И вот там, видите, в конце бухты, вот там зеленый маяк стоит, белый маяк, где там кое-какие построят. И вот на самом конце. Это начало сайта Строфанала, который соединяет Фрилляндию и Россию. Я не знаю, слышали про него? Это очень крутое сооружение. Был построен для Николая Первого. Плютил действие уже в 1856 году. Здесь там пират, перабли, пуль, типа, где-то. Считалось чуть-чуть не восьмое чудо света, когда его построили. Другой, но это долго расскажет. Вот, и когда его построили, военные, подошли уже к Паулю. Он, естественно, был уже в такой притомном области. С просьбой, кстати, очень известный человек, тоже того, кого в рейхе Паулю, в семье твоей помощи, я говорю. Он был уже министр иностранных дел. Вот, с просьбой продать дальние дикие скалы. Это в самом конце острова, мы там пройдем на катере, прям вдоль века. Он им подарил военную часть своей земли, вот это из Мелана. Там, в основном, построены, стоят до сих пор. То есть там парковые склады военно-соружение, не пригодились. Опять-таки, разведники на подзал. Не все стоит. Здесь биржал. Вот. Не пригодились. То есть, как бы, навык, это мирная территория, сейчас города Родичка, как и осталось, и мы, по-моему, за счет. Ну, успешно. Ну, конечно, конечно, мы тоже, мы не будем, наверное, на катере. Здесь все различно перетоплены. И мы от нас 20 килограмм. Это самое ближнее. Это по-записке, на катере. Ну, посмотрите, сейчас поступим в гостер. Откуда практически откажем? В гостер называется Людлинштейн. Прилоги с немецкого языка, а не Людлига. То есть это некрополь, это семейное кладбище Николаев. Здесь была захороненная семья Николаев, конечно, не в полном составе, но многие члены семьи. Самое большое число, в случае, в случае, 39 человек. Но не факт. Коечного количества никто не знает. Никто бы не говорил. Может, 25, может, 27, может, 30. Никто не знает. Ну, где-то так. До войны. Остров был абсолютно чистый. То есть за ним ухаживали, светили. У нас такая голая, ухоженная скала. Там, собственно, небольшие стояли, и все. И только черные и мраморные кресты сверху стояли, свобили по гребенкам. Даже кого здесь не хоронили, ставили крест. Это все было в крестах до 44-го года. Откуда мы присаживали ступеньки, там тоже была паромная переправа. То есть паром приходил, со всеми почестями хоронили, паром уходил, все, остров был так же неприкосновенный, как и сейчас. Наверху у нас стоит капелла. Год постройки 1830. То есть Пауэль приглашает архитектора, очень такого известного, по тем временам знакомого, из Англии. И в английском стиле ставят эту часовню в честь родительства. То есть сам Николаев, супруга, они умирают в один и тот же год, 1820-й. Они одного, которые не родились тоже. То есть там фамильный герб, вон там с левой стороны квадратик такой небольшой, ну его плохо видно, видно, фокусник. Смогновая площадка, два бюста раньше внутри стояли, Николаеву жены, свечи зажигали, это все было до 44-го года. И вот смотрите, пока не проехали, видите, вот эта прямая сосна, стоит ровненькая. И с левой стороны грот, видите, арка такая, видите, да? Грот Медузы Гаргоны. То есть там стояла голова Медузы Гаргоны из белого мрамора, стояла, охраняла остров и без желательных товарищей. Вот, как видите, грестов нет. Все разголотые, разбитые, валяются под нами в воде. Да, вот, и весты Медузы Гаргоны тоже сперли. Да, это после войны, когда, соответственно, Красная Армия захватила город Вывод. Разорение было в полу. Вот, а сейчас я вам покажу склепы, где были сами захоронения. Дамы, как вам здесь? Вот, смотрите, с этой стороны у нас три склепа. Один склеп, это один из последних склепов, потому что самое последнее за границей было аж в 1939 году. Это стоит белая скамеечка, ну, там забурован, там лес праморный, сделан как бы в скале. Но это вовсе неинтересно, там, где-то плохо видно. А вот основные склепы. Вот, видите, да? А вот, пусты сирени между ними. Вот, наверх, смотрите. А, вот. Да, 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 дорожка. Видите, камешки выложены. Дорожка для траурных шествий была сделана. Сам склеп, ворот тоже нет, они только петли остались. Сверху лежат черные мраморные плиты с фамилией погребенных. Видите, да? Вот, где кто захоронен, там, не говорили, там, все дела. И все распрепили. Что, и тела, что ли, вылали? Нет. И тела, что ли, вылали? Ну, да. Да, есть там на старом выроске Кландович такое, какие захоронены от семьи остались. Не факт, что там что-то. Вот, смотрите. Где вот там Манаде два человека вот он и скала. Видите, да? И на скале, видите, там там, что уловка, ровно? Это называется Китайская стена. Правда, малая. Вот там вот, вот, вот он. Вот два человека, сверху. Да, малая Китайская стена. Продвиженностью около 300 километров туда, влой, парк, ну и по 30 метров. Как же, влечки. Китайская стена тоже. Красная площадь, здесь выборка Китайская стена, Китайская стена. Китайская стена. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Вот смотрите дальше. Белые скамеечки, вот сверху народ в очереди стоит. Пещера желаний. Ну, там, наверное, вы видели. Да, пещера желаний. То есть, ты находишься с этой стороны, там сверху камешек, надо его почесать немножко, загадать желание, и пошел. Вот, счастливый, довольный. А, вы инквизитор здесь где-то же снимали? Ой. Инквизитор. Не смотрели? Не смотрел. Это современный какой-то фильм? Да. А, ну, вполне вас. Где, мы, наверное, по точно снимали, где-то на берегу здесь. Каждый год снимают по 10 фильмов. А где здесь кладбище? Какое? Кладбище, там, все живет. Городское. Здесь есть? Здесь очень много кладбища. А, здесь много. Очень-очень много кладбища. Старые кладбища, старые финские кладбища. По фильму, по фильму, где-то расположено здесь, вот здесь, если парковать. Такой же ландшафт. Здесь нет. Давайте я сейчас расскажу потом. Смотрите, вот видите, вот это вот набережная, вот эта скалистая, вдоль воды. Это все было сделано вручную, искусственно, при Николае, опять же. То есть дизайнеры, архитекторы того времени это все вырезалось, выпиливалось, выдалбливалось. То есть скала, которая сзади, она изначально уходила в воду, это была сплошная скала. Гранит был вывезен в Высакевский собор. То есть пол Высакия был сделан именно из этого красного гранита. Его еще называют розовый. Вот там скульптура Вианни Мянина, видите, там беленькая стоит. Карелый финский эпос из Каливаулы, который, ну это уже в наше время поставили, четвертая по счету, она просто гипсовая. Три до этого скульптуры еще в те времена исчезали бесследно. Да, загадка природки. Привет, говорю. Привет. Вы хотите сказать, что именно здесь были каменоловни, что ли? Ну, не каменоловни, ну, делали, да, делали. Да, каменоловни тут везде. И вот Дальней Дикой Скалы там внутри, там тоже каменоловни. Тут везде абсолютно. Да, здесь все причал, тут же гранита очень много. Все в граните, все делали из карты. Везде граниты бывали. Родный материал. Да. Ну, это трон викингов, так называемый. Это буквально года три назад поставили. Так, чисто вот эти цели. Попоткаться, поселфиться, больше, в принципе, ничего такого. Вот это местечко называется Крайсвене. Это историческое название Крайсвене. То есть, мало ли, слышали, видели, на карту она обозначена. Вот мы перед вами. То есть, здесь центральная часть парка заканчивается. Дальше идет третья часть парка. Там есть такие экотропы. То есть, по ним можно дойти до диких скалов, про которые я вам говорил, куда мы сейчас пойдем. Впереди у нас остров Люди. Опять же, историческое название. В Выборге все его называют остров 33 сосны. То есть, посчитали, там их 33 оказалось в тот момент. Только так Выборге называют по сегодняшний день. О любви ни слова. Прямо островов вот этот вот заросший. Там тоже до войны жили финны. Там было три утра. Раньше финны жили до войны практически на всех островах. Ну, конечно, никаких маленьких. Жили полноценной городской жизнью. То есть, электричество было на островах. На многих островах были школы, магазины, детские садики, всякие там драм-кружки. Сейчас там пусто. Они только фундаменты, заросшие острова. Никого. Вот. Смотрите, сейчас будем разгоняться. Проходим разбитый мост. На островах дежуре финны прошли. Потом, с левой стороны, вот эти вот скалы. Там еще альпинисты юные периодически по ним тренируются. Прошли. Потом, с левой стороны, мосты через фарватер Сайминского канала, который построили уже после войны, потому что корабли стали большие, и фарватер прорубили вокруг города Выборга. Еще буквально три года назад и торговые, и туристические корабли ходили именно там. Красиво было, круто. Сейчас все закрыто. Граница с Финляндией закрыта. Сайминский канала, естественно, тоже, потому что обслуживали только. А в царские времена корабли ходили из Финляндии по каналу. Именно вот здесь, по этой бухте, вот здесь был фарватер старый, и туда, в центр города Выборга. То есть центральная набережная уже был порт. Это все было здесь. Вот. Ну все, погнали. А вы смотрите налево, направо, там, вперед, назад, вверх, вниз. То есть продувайтесь, так сказать. Улыбайтесь. Ну так, пальцами будут тыкать, ну вы все сами уже увидите. Все, поехали. Смотрите, калетку не закрываю, потому что тепло. Если мало ли будет холодно, скажите, я прикрою, будет поменьше дуть. Быстро не поеду, но поеду. Так, шляпы все сняли? Да, шляпы. Бежим, шляпы. Смотрите, калетка не закрывает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...